проснулся взял смартфон этот аккаунт был заблокирован в смысле и тут я я пропал с youtube на алиэкспресс есть оригинальный iphone это факт никого не блокирует все кончено и до свидания вот такая моя история блокировки на youtube всем привет друзья с вами букрея сегодня я вам расскажу как потерять канал на ютюбе над которым ты работал годами на котором уже более 600 тысяч подписчиков в общем я сегодня вам расскажу мою историю блокировки как меня заблокировал youtube все это было прекрасным утром 7 октября я как и все нормальные люди проснулся взял смартфон и залез на youtube если вы так делаете поставьте лайк мне кажется так делают все и мне в общем-то youtube приложение прямо написала что подозрительная активность какая-то на вашем аккаунте подтвердите себя там вам сейчас смс от гугла придет ну все как обычно у меня двухфакторная аутентификация включена в общем я все подтвердил но зайти на свой канал так и не смог я взял в руки компьютер пытаюсь зайти на свой канал и что я вижу этот аккаунт был заблокирован так как на него а была подана жалоба о рекламе поддельных товаров и тут я я сразу вспомнил свой первый страйк от производителя обуви соломон который по прошествию времени уже был аннулирован я вспомнил как я удалял нахрен все что связано с копиями поддельными товарами со своего канала все айфоны все копии часов джи шоков все эти видео я поскрывал по удалял в смысле у меня вроде бы не было никакого контрфакта и прошлый раз я смог зайти на свой аккаунт youtube и смог посмотреть жалобу и я видел какие ограничения мне youtube вел и я видел когда эта жалоба аннулируется и мог подать апелляцию здесь же просто не смог зайти вообще на свой аккаунт я пропал с youtube а просто если вы напишите букреев бай написали бы в то время то меня просто там не было не было ни одного видео только какие-то фейки там кто перезаливал все меня просто нет меня удалили с youtube в один день я сразу написал свои партнерки у меня в сп и сказали мне что в общем написали в google ждем ответа позже мне удалось зайти на свою google почту которая привязана к моему youtube каналу и я здесь увидел давайте ребят зачитаю здравствуйте букреев бай как вы наверное знаете весь контент на youtube должен соответствовать нашим принципам сообща естественно это знаю первый год снимаю ваше видео 13 посылок с алиэкспресс айфон 5s плюс 3 телефона и много всего интересного это было название было отмечено как недопустимое мы проверили его и обнаружили что она нарушает наши правила мы его в общем то в связи с этим удалили и так далее окей почему я не могу на свой канал зайти удалили вы видео все как в прошлый раз в принципе но нет доступа к каналу ребята что за хрень я открываю следующее письмо и вижу в отношении вашего аккаунта youtube букреев бай подана жалоба на рекламу контрафактной продукции в результате проверки выявлено нарушение использование youtube и действие аккаунта перекращено отлично ребята мне поступило получается одна жалоба на меня и аккаунт нахер блокирует просто вот 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 окей да здесь я уже начал думать если в прошлый раз прямо в названии было соломон да то есть производитель мог найти мое видео по запросу соломон на ютюбе то здесь в названии видео куча посылок и iphone и хотя iphone в моем видео был оригинальным да просто с алиэкспресс на алиэкспресс есть оригинальный айфон и это факт и тут я не понимаю от кого и за что мне пришла жалоба я пересмотрел это видео там нет никаких джишоков или каких-то прям явных производителей товаров да и ребята мне кажется что очень вряд ли какой-то представитель какого-то бренда сидел и пересматривал все мои видео которые бывают по 50 минут по часу с кучей посылок чтобы найти какую-то копию то есть по названию могли найти только iphone хотя он у меня оригинальный ничего не понятно при том что если вы поищите фейковый iphone просто на ютюбе топовые всякие вилса костя павлов да и вообще сотни других каналов в открытую прямо пишут что это копия что это iphone и никого не блокируют ребят ну вряд ли вообще не понятно вообще какого хрена ответ от партнерки я не получал пару дней начал искать другие способы написал партнерку air кстати они мне очень помогали давали там какие-то почты куда можно тоже писать им большое за это спасибо хотя я вообще не их партнер ну блин ребят мне реально ссыкотно я сколько лет работал над этим каналом и меня просто в один день заблокировали как как вообще как шли дни и в общем то приходили ответы о том что youtube не видит никаких причин явных для разблокировки моей что все кончено все очень печально ну короче типа до свидания я уже начал себе подыскивать завод чтобы поработать нормально как вы пишете в комментариях чтоб зарплата поменьше да график пожестче я надеялся до последнего потому что ну как такого не может быть что просто с нуля твой канал заблокирует причем нарушение банальное как бы да и предупреждение не было на канале канал был нулевой прошлое предупреждение давно была аннулирована и тут мне еще приходит отказ уже от в сп от рудольфа что им ответили отказом и буквально через день мой аккаунт разблокировали мой аккаунт разблокировали смог зайти на свой канал все вроде бы работало и я в общем то когда приехал домой открыл ноутбук и уже увидел кое-какую картину все же мне было интересно кто и за что меня заблокировал и я зашел как в прошлый раз посмотрел во первых изменилась причина да то есть я увидел совершенно другую причину я зашел в этот раздел правил прочитал ребята все эти правила пересмотрел еще раз свое видео но еще тогда было доступно и нет нет я не я не нарушал ничего никаких нарушений нет и во первых я получил ответ о том что компания которая подала на меня жалобы в принципе может послать меня нахрен и не говорить кто они такие да то есть не разглашать свои данные это очень странно потому что есть на ютюбе возможность подать апелляцию но как я могу защищаться не знаю от чего не знаю от кого как как я могу вообще какие-то в общем то аргументы приводить если я не знаю чего я защищаюсь и опять же вместе с партнерка мы разбирали всю эту ситуацию и в принципе вот как вот единственный вариант возможный опять же нет еще до сих пор официального ответа гугла это то что ссылки под видео ребята были нерабочими и это можно интерпретировать как бы как спам да как введение в заблуждение типа я вам сказал что ссылка под видео а ссылка под видео не работает не надо так то есть представьте на самом деле ссылки на алиэкспресс работают ну там три четыре может быть недели бывают две недели все зависит от продавца он может закрыть магазин переименовать товар там ну в общем ссылка реально живет на алиэкспресс две-три недели но не только ведь алиэкспресс есть куча других ресурсов магазинов товары собственно производится потом перестают производиться поступают в продаже изымаются из продажи и до сих пор я так и не получил ответа так и не могу подать апелляцию потому что это реально какой-то просто бой с тенью получается защитись от того не знаю кого я не знаю как и как как вообще можно идем защитить свои интересы в таком формате в итоге я потерял много подписчиков я потерял грубо говоря неделю заработка на youtube я потерял много места в ранжирование то есть если спиннер там до блокировки я там практически в первых местах где-то был то сейчас вообще где-то в заднице возможно это как-то поменяется со временем я получил финансовый удар и колоссально нравственно страдал все эти дни потому что был неведене и переживал вот так ребят работает система защиты на youtube вообще вот так вот можно сказать работает youtube потому что помимо таких вот вопросов есть куча других вопросов накрутки тренды сейчас на youtube вообще какой-то непонятно чё творится и вот действительно ссылки на сообщества рекламные ссылки на что угодно они все сгорают ссылка это то что не живет вечно это странно ребят вот это странно пишите ваше мнение в комментариях я надеюсь что вам это видео было интересным полезным понравилось не понравилось пишите в комментариях постараюсь всем ответить с вами был букреев до новых встреч ребят вот такая моя история блокировки на youtube и и и и и и